Первыми, кто откликнулся на предложение принять участие в конкурсе телекомпании «Город глазами детей» стали юные воспитанники детской художественной студии «Калибри». После просмотра самых ярких сюжетов, касающихся праздников и культурных мероприятий, проходящих в городе, они с энтузиазмом принялись за работу. Вот в таком формате мы никогда не давали задания. Когда они смотрели видеосюжеты, знакомились с самыми разными мероприятиями города, выбирали свой. Даже интересно было протестировать, кто какой выбирает. Кто-то полегче, кто-то не боится, вот бесстрашно пускается в бой, берет самые сложные сюжеты. И вот что из этого получилось, нас, конечно, очень порадовало. Первые рисунки принесли в редакцию телекомпании уже спустя несколько дней после объявления о конкурсе. Ну а к середине декабря их набралось несколько десятков. На работах детей журналисты ведут свои репортажи с праздников Рязани, а операторы стараются заснять ключевые моменты соревнований и культурных мероприятий. В общем, все как в жизни. Однако выбрать нужно было всего 12 рисунков. Ведь главным подарком для участников стало появление их работ на страницах корпоративного календаря телекомпании «Город». Честно сказать, рисунков было очень много. И самое сложное было выбрать именно лучшие. Хочу сказать, что до сих пор сомневаюсь в том, что правильно ли мы выбрали или неправильно выбрали. Потому что картин было на самом деле много, и они все были достойны. И нельзя сказать о том, что какие-то картины были хуже, какие-то были лучше. Просто, скажем так, больше здесь, наверное, сыграла роль нашего дизайнера, который уже выбирал больше по тематике вот эти картины. 28 декабря победители конкурса вместе с руководителем студии «Калибри» Людмилой Пронкиной собрались в Театре кукол, где руководство телекомпании поздравило победителей и вручило им сладкие подарки и календарей. Вот на тебе подарок один. И еще один. Маша, у нас месяц январь. То есть твоя картина, как бы, вот мы выбрали для месяца январь. То есть она очень-очень подходила вот именно по новогодней теме. Если девочки чаще обращались к теме ярких праздников, спектаклей и различных выставок, то Макар решил изобразить спортивные соревнования. Этот рисунок стал прекрасной иллюстрацией февраля. Я знаю, что в Семена-Ленинском проводится соревнование по горным лыжам. И решил, что раз я этим занимаюсь, то может мне это и нарисовать. Ну и, конечно же, нам было интересно узнать, как дети представляют себе нашу работу. Мне кажется, она очень сложная, потому что это надо везде ездить, везде побывать. Работа с журналистом или оператором очень хорошая, потому что можно познакомиться с большим количеством новых и хороших людей. Познакомиться с рисунками победителями конкурса сегодня можно на сайте телекомпании. Ну а полюбоваться другими работами воспитанников студии «Калибри» смогут посетители кукольного театра. Как раз сейчас там работает новогодняя выставка, на которой представлены работы в самых разнообразных техниках. Здесь и шерстяная акварель и валяние, а также роспись ткани, гуашь и даже вот такие огромные вырезанные снежинки с силуэтами животных. Выставка приурочена к уходящему году экологии, поэтому большинство работ посвящено окружающей нас природе и животным, в том числе и символу наступающего года. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».